Предсказать, как пройдет день сотрудника подразделения ОМОН, невозможно. К счастью, в большинстве своем все идет в штатном режиме. Утреннее совещание, инструктаж и тренировки, тренировки, тренировки. Каждый сотрудник ОМОНа должен поддерживать свою физическую форму. Алексей Власенко служит в отряде с 1996 года. В спецслужбу он пришел через три года после образования подразделения в Рязани. Наш отряд образован в марте 1993 года. Наверное, одного из самых сложных периодов в нашей стране. Мы помним октябрьские события 1993 года, где наш отряд получил первый боевой опыт. Именно в этот период подтвердилось, что созданное наше подразделение способно оперативно выполнять поставленные перед нами задачи. И именно с этого времени начался боевой путь нашего отряда. Алексею 43 года. И за долгое время службы он вместе с отрядом принимал участие в проведении контртеррористических операций по локализации незаконных вооруженных и бандитских формирований. В Кавказ мы объездили, начиная с образования ОМОНа. То есть у меня лично 15 командировок. То есть и боевой опыт огромный имеется. И задачи, во-первых, которые перед нами стояли, они выполнены все на 100%. Естественно, мы ездим и помогаем своим коллегам в соседних городах, в столицу нашу ездим. Отряды ОМОНа можно увидеть при проведении массовых праздничных мероприятий. Они обеспечивают безопасность. С негативом на службе подразделение сталкивается практически каждый день. Однако за долгое время работы сотрудники попросту перестают его замечать. Самое главное, по словам Алексея, не приносить его в семью. Это привычка, выработанная годами. У подполковника двое детей, старший из которых во всем старается походить на отца. Мой сын, старший сын, у меня их два, Владислав, он учится в школе МВД, занимается спортом. Является в 18 лет, стал мастером спорта по кикбоксингу. Неоднократно принимал участие в международных турнирах, был призером. Сейчас собирается на Россию выступать за нашу страну. Поэтому пытается быть похожим на меня, пытается идти по моим стопам. Предсказать, как пройдет день сотрудника подразделения ОМОН невозможно. К сожалению, порой все идет совсем не так, как было запланировано. Возникают и нестандартные ситуации, в которых приходится действовать оперативно и четко. Здесь и вспоминается старая пословица – тяжело в учении, легко в бою. Для этого и нужны тренировки, чтобы в нужный момент четко и грамотно выполнить поставленную задачу. Для меня существует только одно – выполнение поставленной задачи, то есть на 100% качественное выполнение поставленной задачи, и сохранить жизнь и здоровье наших коллег-сопрудников. За все время существования подразделение сильно изменилось. Сейчас оно имеет ряд некоторых характерных особенностей, присущих только специальным отрядам. Более профессиональная физическая подготовка и разнообразие тактических возможностей. 30 марта рязанскому отряду ОМОН исполняется 25 лет. Я всех наших коллег из ОМОН поздравляю с нашим профессиональным праздником. Желаю добра, здоровья, самое главное – мирного неба на голову, и чтобы поменьше у нас была работа. Валерий Седов, Олег Парамзин. Телекомпания. Город.